Всем привет на канале Олег Нестеров, Брест. Ну и сегодня у нас личный блог, да? Но начнем его с небольшого анекдуда. Вчера просто прощал, только немножко понравилось. Муж с женой говорит, милая, ты сегодня, блин, всего 20 минут по телефону с подружкой разговаривала. Ты, блин, не туда набрала. Ну, не знаю, даже много что хотел сказать сегодня. Как бы не особо-то и про север байки, да? Ну, про север расскажу такое. Вчера так смеялись, мы просто что-то со знакомым встретились. Он тоже с севера, вернее, служил на севере. Ну и разговаривали про белые ночи. Были такие у нас истории смешные тоже. Приехала ко мне бабушка. Бабушка жила в Базулуке, Оренбургской области, где я и родился. И на севере до этого ни разу не была. Ну и приехала к нам в гости. Ну, а как известно, на севере, наверное, у нас много, да, подписчиков, кто на севере живет. Все знают, что там солнце не садится. Ну, по крайней мере, вот в Ухте, там, получается, солнце летом до горизонта садится и снова встает. То есть, все время световое, ну, светло ночью. Ну, и спим как-то, бабушка только приехала, будет нас утром. Время было часа, наверное, полчетвертого где-то. Ну, уже солнышко так высоковато стояло. Будет, говорит, вставайте. Блинчиков не пекла, на работу пора. Ну, какая работа ночью? Она говорит, да какая ночь, посмотрите, на улицу уже солнце стоит. Ну, там обхохотались, конечно. Потом ей объяснили, что не темнеет. Она вообще не могла понять, как это так не темнеет. Смешной был случай. Еще тоже смешные случаи были с этим день-ночь. А зимой наоборот, да? Зимой на два часа расцветет и снова темнеет. Зимой тяжеловато, конечно. Тоже был случай. Друг ко мне приезжал. Друг сам, он со средней полосы. Как бы там все-таки зима, хоть и короткие ночи, но не такие. Тоже мы зашли с ним в магазин, было светло. Ну, не знаю, в магазине мы там полчаса побыли. А когда выходили из магазина, уже глаз кали. Машины с фарами ездят. Вот он не мог понять, как такое может быть, что случилось. Тоже. Да и даже я, вот как бы постоянный житель, да, с севера. Тоже случались приколы. Бывало, у меня встал будильник. Ну, а там молодые, что там, праздники погуляли немножко, да. Будильник встал, наверное, пол-восьмого. Он, наверное, вечером встал. Ну, и у меня автобус 8-05. То есть с полдевятого рабочий день был. Я просыпаюсь, думаю, все, проспал пол-восьмого, да. Ну, темно и темно зимой. Выбегаю. Бегу на остановку. И вот что-то мне не щелкнуло, что я бегу, а на улице народа-то вообще нет. Мало того, что народа нет, еще и автобусы не ездят. Ну, пробежал на остановку, стою, жду автобуса. Смотрю, мужик какой-то идет там. Говорю, мужик, сколько время? А, мобильников еще не было. Я говорю, мужик, сколько время? Пол-второго. Я не понял, что такое. Ночью? Ну, домой приехал, конечно, надо мной смеялись. Много вот таких ситуаций с этим день-ночь. Ну, как бы особо сегодня истории я не приготовил. Сегодня 23 февраля. Я хотел бы поздравить всех с праздником. Сегодня по рации очень много поздравляют нас. Как бы мы общаемся, все, как знают, на канале, взяла рации. На канале также Олег Нестеров Брест называется. Вот люди разговаривают. Вот, как видно, канал называется Олег Нестеров Брест. Как бы люди постоянно общаются. Ну да, и на носке дырка. Вот, как видно, сейчас на канале у нас 33 человека. Это, то есть, те, кто находится онлайн, кто общается. Темы разные. То есть, ну, чаще это автомобильные темы. То есть, какие-то проблемы, что-то не получается. Узнать что-то о материалах, узнать что-то, как сделать. Всегда можно выйти на рацию и спросить. Ну, видите, я тоже постоянно на рации, иногда там отвечаю. Иногда общаюсь, темы обсуждаем. Очень удобно. Так что скачивайте загорацию, и вы можете найти и общаться с нами. Ну, еще вот, как бы люди спрашивают, да. Говорят, Олег, расскажи вообще, что ты думаешь вообще, твои мысли о жизни, там, это. Не знаю, чем подразумевается этот вопрос, что под ним кроется, да. Как бы, скажу одно, я вполне... Обычный человек, такой же, как вы, работяга, тоже. Работа-дом, работа-дом. То есть, ну, вот то, что создал канал, да. Канал, как бы, и на Ютубе, где вы смотрите, да, сейчас это видео. И канал на рации. На рации у нас уже скоро 4000 человек будет. Как бы, как бы, сайт сделал. То есть, вот мы общаемся. Как бы, как дошел до этого. Дошел до этого чисто случайно. Как бы, выложил пару видео и смотрю, люди начинают проявлять интересы. До этого я вообще не соображал в компьютере. Умел включить и выключить, да. И компьютер-то, по сути, я взял чисто для видеосъемок, то есть, чтобы редактировать фильмы. Потому что я занимаюсь еще съемкой свадеб, праздников там всяких. То есть, там есть какая-то работа, я выкладывал. Съемкой свадеб, то есть, ну, это как бы я брал уже, чтобы, ну, немножко поддержать штаны, да. Ну, и как-то канал вот этот вот начал развиваться. Смотрю, один вопрос задали, второй вопрос задали. Начал снимать. Поначалу, да, конечно, там и писали и комментарии плохие, и много несознательных было людей. Там, так не то делаешь, так не то делаешь. Ну, я как бы объяснял, объяснял, что я делаю своими способами, никого не заставляю так делать. Вот у меня это работает просто делюсь. Потом у нас начало скапливаться такое небольшое общество уже, да. И когда у меня уже было, там, по-моему, тысяча подписчиков, я решил создать вот этот канал на рации. Канал тоже начал очень быстро развиваться. То есть, буквально, вот, я не знаю, сколько у нас уже, три месяца где-то канал, да. И на канале уже в рации почти четыре тысячи человек. То есть, все они общаются, это очень интересно. Люди общаются с разных стран мира. То есть, часто с Казахстана приходит вопрос, говорят, а Казахстан будет брать? Да. Берет с любого уголка, хоть в Квадилупе, хоть где. С любого уголка нашей планеты рация берет, и можно общаться. Люди общаются со многих стран. То есть, постоянно, ну, это по моему времени, до четырех утра я сижу, постоянно кто-то есть. Потому что часовые полюса меняются, люди с других часовых поясов заходят, компании меняются. Ну, в основном на рации все адекватные люди, там нету ни матов. Единственное правило, не материться о политике и о религии не разговаривать. Почему о религии не разговаривать, да? Ну, тут все просто, потому что много религий на канале, потому что много людей, да? И, как бы, чтобы не допускать какие-то споры, у каждого человека, как бы, свой Бог, да? Несмотря на то, что вообще всегда учат, что Бог единый, да? Ну, чтобы не было вот этих вот споров религиозных, чтобы не было навязываний. То есть, религии нельзя говорить, и о политике нельзя тоже говорить. То есть, а остальные все темы вполне... Ну, единственное, не хамить, конечно, потому что на рации многие сейчас сидят, и дети около рации, пока папа общается, да, жены там тоже слышно постоянно за кадром. Ну, очень интересно. Ну, что-то я так далеко отошел от темы. Так вот, короче, создали мы это все, и, как бы, оно пошло. Канал развился очень быстро, то есть, за три месяца два с половиной миллиона просмотров и подписчиков, 17 тысяч, вот уже, наверное, сегодня будет. Ну, я очень рад, я очень рад всем подписчикам, очень рад, что такая у меня категория людей собралась, которая действительно адекватная, которая это интересно. Те людям, которые это неинтересно, просто я их удаляю. Даже вот посмотрите под это видео, да, обязательно найдется пару, тройку гнид, которые поставят дизлайки, да. Ну, если честно, мне на них глубоко насрать, я вот так скажу. Это, ну, людям некуда деваться, они от безысходности своей, от зависти ставят, да. Не знаю, мне их жалко, вот честно, таких людей жалко. Вот я все время говорю, дай им, Бог, счастье вот этим ничтоженному количеству людей, да. Их мало. Дай им счастья такого огромного, чтобы они просто офигели, чтобы забылись, чтобы забыли о своей вот этой, да, проблеме. О нас забыли, чтобы счастья было столько, что они не знали, куда его девать, и от нас они отошли, вот и все. Я им только счастья желаю, на них зла не держу нисколько. Ну, больные люди, чего. И вот все, вот, завидуют, да. Я тоже завидую, завидую иногда так, ну, обидно за себя становится. Становится, что обидно чего, чего-то я не добился в жизни, да. Вот совсем недавно, это буквально тем летом. Ну, как знаете, я уже не пью-то три года, больше уже четвертый. И все время меня мучил такой вопрос. Все равно у меня депрессия была на эту тему. Все время меня мучил такой вопрос, чего я добился в жизни. Ничего. Сколько пропил. Ну, я не считаю, конечно, что, да, у меня вот две девочки, от первого брака с сыном Леонидом. А, конечно, я вырастил детей, но что я им дам? Ничего. По сути своей, да. Это вот меня очень сильно поддевало. Сейчас я стараюсь как-то это все исправить. Очень много планов на жизнь. Но, как бы, не знаю, дай Бог здоровья, конечно. Здоровья не для того, для себя, да. Здоровья, чтобы хватило детей поднять, чтобы они отучились, чтобы начали свою жизнь. То есть для себя мне особо ничего не надо. Я такой по жизни вообще, как бы, альтруист. Больше люблю отдавать добро, чем получать его. Хотя получать тоже приятно, не скрою. Ну, и мысли вот эти меня постоянно посещали. Что ничего не добился. Ну, и сейчас, вот, как бы, да, вот этим открытием этого канала душа моя немножко успокоилась. Успокоилась она тем, что я вижу. Нет, не популярность это мне. Я, как бы, далеко не популярный человек, да. Хотя в своих ругах, в нашем кругу, да, имею какое-то уважение там. Ну, в общем плане, как бы, я незаметен. Но радует очень то, что когда тебе пишут люди, и когда тебя благодарят за проведенную вот эту работу, я вижу, что это я делаю все-таки не зря. Это вот доставляет свое успокоение. Многие, вот, те, кто завидует, да, ну, я думаю, что вы все-таки досмотрели до этого момента, или вы просто поставили лайк, дизлайк и ушли. Но если досмотрели вот этот, до этого момента, как бы, обращаюсь к вам. Не надо завидовать, не надо завидовать чужому успеху. Вы подумайте просто, с чем это все сопряжено. Допустим, вот вы сделали свой канал, да, он у вас пошел. Но чем дальше он у вас развивается, тем меньше вы спите. Допустим, вот я, да, я иду на работу, да, пол одиннадцатого на работу я иду. Работаю я где-то до четырех, до пяти, сколько успею сделать, да. Вечером я прихожу домой, пока у меня греется еда, кушается, слава богу, у меня жена очень хорошая, она сразу разогревает все, я помыл руки и сажусь, вот, на это самое место беру ноутбук и начинаю отвечать на вопросы. Пока я отвечаю на одни вопросы, пишутся другие вопросы. Вот, я отвечаю на вопросы в ютубе и начинаю монтировать фильм. На монтаж фильма у меня уходит где-то час. Фильм я смонтировал и ставлю его на сохранение. После чего я уже иду в контакт, в контакте отвечаю на вопросы. Ответил в контакте на вопросы, отвечаю на вопросы в одноклассниках, да. Потом смотрю личку в ютубе. Потом, у меня уже фильм сохранился за это время, там, два-три часа, да. Я его ставлю загружаться в ютуб. Попил чаю, снова сажусь, отвечаю уже на накопившиеся вопросы в ютубе. Включаю рацию, немножко общаюсь на рацию, попутно отвечаю на вопросы. И ложусь я в 4 утра. То есть я не скажу, что это я делаю всё из-под палки, это мне очень нравится, и это прёт. Но на это нужны силы. Конечно, да, семья от этого немножко страдает, что папа так... Ну, я стараюсь с урывками, конечно, я не как зомби сижу, стараюсь с урывками им время как-то уделить, да. Ну, сейчас его получается всё меньше. Вот, сегодня воскресенье, сейчас мои пошли на улицу гулять. Сейчас я досниму это видео и пойду с ними. Немножко прогуляюсь, отвлекусь от всего и уделю им время. То есть, так что, ребята, я не знаю, завидовать не надо. Как бы в любом успехе есть свои подводные камни, которые на вашем здоровье скажутся. Недосыпание, всё это надо давать себе отдыхать. Ну, когда тебе дело нравится, да, мне нравится, когда тебе дело нравится, и ты отдаёшься ему весь, и получаешь от этого вот этот заряд поддержки, заряд того, что тебя люди поддерживают, оно заставляет двигаться дальше и дальше, и приятно это, конечно, ну, и тяжеловато. Особенно даже вот приятно, когда людям из других городов, это да далеко, даже из-за границы звонят и благодарят, знаете, ради этого стоит работать. Ещё, знаете, вот вообще очень приятно было, недавно мне написал один человек, он инвалид, имя, извиняюсь, забыл, ну, просто очень много людей, имя забыл. Ну, он сам инвалид, он передвигается на ходунках, ну, решил вот какую-то копеечку подзаработать в нашем деле, да, и мне очень гордо за него, вот даже душа радуется, и как бы большой респект, конечно, уважуха этому человеку, что вот имея такой свой недуг, да, он всё-таки нашёл себе силы для продолжения жизни, он не потерял интерес к ней, мало того, что и хочет обрести себе вот такую вот профессию. Да, конечно, тяжело, но сейчас скоро будет лето, большинство работ можно делать на улице, заниматься ему можно и ремонтом бамперов, и если он будет хорошо это делать, к нему народ попрёт. А плюс тому, что он ещё инвалид, по-моему, с инвалидов не берутся налоги. То есть ему это будет всё гораздо проще на дому делать, и никто его за жопу не схватит. Ну, а ты меня видишь, наверное, если ты меня увидишь, человек, про которого я говорю, когда ты начнёшь своё дело, когда, допустим, я бы тебе посоветовал по бамперам, да, ну, смотри сам, что тебе легче будет. Сними ролик небольшой, попроси у кого-нибудь камеру, сними, что ты делаешь, сними свои работы, мы выставим их на канал, я думаю, люди своего города увидят это, им будет интересно приехать к тебе и сделать, тем самым, как бы, и помочь тебе начать поддержать тебя. То есть, как бы, ну, вот со своей стороны я хочу тебе такую поддержку дать, да, как бы, и я на своём канале, как бы, это выложу. Ну, и попрошу Женю Травникова. Я надеюсь, он не откажет, у него есть ещё второй канал. На втором канале, как бы, пропиарить вот это твоё видео, и, то есть, тем самым ты быстро обретёшь себе клиентов, ну, как бы, с моей стороны это будет помощь. Скачай за целую рацию, всегда мы тебе на ней поможем, и я помогу, можешь обращаться ко мне, мои каналы, ты знаешь, где меня найти, ты знаешь. То есть, любая помощь, что требуется от меня, я тебе помогу. Опять же, завистникам хочу сказать, вот, да не завистникам, а вообще, вот, да, по жизни. Вот что-то вы хотите, да? Вот хотите вы... Ну, вот у меня мечта съездить посмотреть пирамиды египетские. Многие мне говорят, ничего там такого, ну, есть такая мечта. Да и даже не эта мечта, вот, допустим, вы мечтаете купить телевизор, да, ну, грубо говоря, вообще, купить телевизор там большой. Ну, у вас нету средств. И вы идёте к этому, к этой мечте вы идёте, да? Вы начинаете искать пути, как заработать. Вы начинаете чего-то суетиться. Что-то происходит в вашей жизни. Вы думаете, там заработать, там, как там сделать. Вы что-то меняете в своей жизни. Кто-то бросает курить, кто-то пить, кто-то... Ещё что-то. Любыми путями вы идёте к своей цели. Ну, купив телевизор, да, вы порадовались 3 дня, всё. Мечты у вас уже нету. Ну, есть этот телевизор, вы уже забыли про него. Что вы там делаете? И сам кайф вообще в жизни. Сам кайф – это путь. Сам путь к мечте. Сама мечта. Вот она у вас мечта. Вы мечтаете, вы живёте, вы ради неё живёте. Сам путь вот этот к реализации своей мечты и есть вот этот вот жизненный кайф. Когда вы ради чего-то живёте. Да? А когда мечта уже сбылась, уже... Почему и вот богатым вот этим людям... Я не думаю, что им интересно жить. У них всё есть. Какая у них может быть мечта? Да никакой. А нервы, а... Да, не знаю. Да, красиво со стороны. Но им завидовать не надо. Им можно только... У них нету вот этой жизни, вот этого драйва, который у нас происходит. Чтобы вот так просто пообщаться, знаете. У них мысливают, как бы мне купить такое колье, чтобы я в него второй раз на бал не попал там, да. Яхту какую-то. Не те мечты. Гораздо лучше взять тюдочку на рыбалочку, да. Ну, из меня рыбак, конечно, никакой. Да много, много чего вот из простой жизни. Просто выехать с семьёй на природу, чтобы у тебя было не папарацци, как у них, да, не охраны, а просто птичек послушать где-нибудь на лугу. Ну, это кайф, это вообще вы не представляете какой. У них такого нету. Взять вот артистов, да. Да, они популярны всё, но они везде так и прячутся, чтобы их папарацци какой-то не снял и говном их не облил. У них нету возможности поехать на природу, отдохнуть с семьёй. Просто полежать на диване с семьёй, понимаете. Они все в делах, все в суетах. Не знаю, чему завидовать. Они такие же люди, как и мы в душе-то. Просто геморрой у них полная жопа будет. А чему тут завидовать? Да, есть деньги, но я считаю, человеку достаточно иметь те деньги, чтобы одеться, обуться, выучить детей. Да, это немалые деньги, с квартирами сейчас как бы проблема. Ну, ой, много, много можно говорить на эту тему. Не знаю, я вообще как бы, ну, не сказать, что я такой идеальный тоже человек. Простой, как и все, у меня тоже бывает полная жопа проблем. Ну, тоже они как бы решаются по мере их поступления. Ну, не знаю. На сегодня, наверное, я закончу. Как бы я не знаю вообще ни о чём. Какие-то мысли у меня лезут непонятные. Ну, хотелось бы пожелать всем своим подписчикам, да, счастья, терпения. Если зависти, то белый. Зависть тоже должна быть белая. Белая зависть, это и есть первый шаг на то, что вы шагнёте на путь, который ведёт к мечте. И этот путь, и есть счастье. Счастье огромное, когда вы идёте к своей мечте. Это просто. Я думаю, все поняли. Счастье, конечно, здоровье всем. Крепкого сибирского. Детки, чтобы не болели. Родители, чтобы не болели. Вообще, чтобы рядом никто не болел. Понимание в семье. Немножко понимаете друг друга. Некоторые жёны не понимают мужей, да, там, в гараже, там, ещё это, на рации долго сидят. Дайте им пообщаться. Честно, они устают. И устают очень сильно. И эмоционально. Особенно те жёны, которые сидят в декрете, да. Да, вас, может, раздражает, что вам не уделяют мужья время. То есть, на работе вы хоть как-то общаетесь. Здесь вы не можете общаться, да, сидите с детишками. Это пройдёт. Это пройдёт. И мужа своего поймите. Ему же приходится кормить семью. Ему приходится как-то зарабатывать деньги. И это не так легко, как это на первый взгляд кажется. Нужно семью поставить на ноги. Когда вы выйдете из декрета, всё станет на свои места. Пойдут дети в садик, да. Где-то муж заберёт, где-то вы заберёте. Вам станет легче намного. То есть, вы будете уже общаться на работе. Так что, вот, поддерживайте жёны мужей, и семья будет крепче. Ну и мужики не забывайте. Иногда надо уделять время семье. Как бы на гараже свет клином не сошёлся. Иногда нужно уделять, хотя бы возьмите за правило, в воскресенье не работать. Один день в неделю можно чисто уделить семье. Поехал в парк, поехал на природу. Взял ребёнка, поехал на лыжах, неважно. Ну, у нас-то на лыжах тут не наездишь. Просто на природу, вон там травка зелёная у нас. Пожалуйста. Я вот около дома, шашлычки. Беру мангальчик маленький, шашлычки пожарил нормально. В общем, как-то так. Уважайте друг друга, не обижайте друг друга. Жизнь человека, она очень короткая. Если вот так оглянуться, да, я вот помню, как в первый класс, недавно совсем пошёл. Я весь день помню, вот и до. Уделяйте побольше внимания своим родителям, хотя бы звоните им, что у вас всё в порядке. Спросите, как их здоровье. Поверьте, когда вы их потеряете, вам будет очень обидно за те минуты, что вы им не уделили время. Очень будете сидеть на могилке ей. Прощения просите. Что сейчас и со мной тоже происходит. Тоже мамке я своей не уделял время. Столько, сколько хотелось бы. Ну, так она скоропостижно ушла, сразу после дня рождения дочки. Очень обидно. Прихожу на могилку, плачу, прошу прощения. Тяжело. Так что берегите родных. Счастья вам огромное. Терпение. Всего-всего. Добра и бабла.